всем привет видос будет электропиле как владелец отдал ребятками которые отдали уже труп пришлось менять а якорь перегрели его ввалили звездочку кому интересно продолжайте просмотр сегодня у нас пациент электропила interscope c16 2 киловаттная заявлена жалоба искрит дымит потеря мощности что запустим посмотрим искорки сами слышали какие прострелы наблюдается в работе электродвигателя конечно промыслована нормально здесь уже смотреть даже короче за техникой особо не следят звездочка практически уже вот-вот слижутся зубья потому что профукали когда-то натяжение цепи ну ладно шумно нам на это жалобы не было нас жалоба на искрение разбираем механику сторону и посмотрим по якорю разборка здесь не представляет собой труда на моем канале валом этих разборок вам интересует уже встретимся возле якоря посмотрим состояние якоря состояние статора конечно если будет но увагу мы клиента все-таки привлечем что звездочка вот-вот выйдет из строя так что если будет уже полноценный ремонт замена возможно здесь якоря то будем менять уже и звездочку конечно чтобы был полноценный ремонт и работоспособный аппарат так разборочка у нас движется движется так отключим трубопровод масляный масло насоса чтобы эту часть убрать в сторону так здесь по периметру 4 самореза открутили а а а так вышел все-таки я как либо можно вот так вот здесь еще микрик находится открутить его снять так теперь мы можем венчик на тушествия немало так ну что якорю конечно черная можно сказать визуально видно что он уже вышел из строя можно на стенд его даже не бросать ошибники чуть шумящие конечно подлежат под замену однозначно посмотрим визуальное состояние статора конечно здесь все вычищать надо тоже статор у нас красивый без следов подгорания значит у нас проблема в якоре просто перегрев плюс вот это не сильно конечно опилок много хорошо что вот этот защитный диффузор не дает проникновению опилок внутрь а так бы шубой обнял статоры это привело бы еще большему нагревом то есть что меня я каменем подшипники меняем подшип щетки занимаемся заказом монтажом и уже встретимся на тестировании хотя нет сейчас я вам потом еще скажу какие подшипники стоят здесь а вот еще одна из причин которая привела к выходу из строя строя якоря перегреваю ему потому что дефлекторы охлаждения все забиты масло плюс опилки соты все забиты то есть их нужно обязательно чистить но такое более-менее божественное уже состояние сот после чистки продувки имеем уже наблюдается хотя бы в обзоре видим масло насос все заказываем якорь занимаемся сборки и якорь уже у нас в руках новенький красивенький таки чинок таки крыльчатка отличается так сравниваем по высоте одинаковый ну по из продавцом заявлено как оригинал вот крыльчатка отличается почему-то так ладно вроде бы все она по высоте теперь нас интересует нижний подшипник как я вам обещал так вроде как 608 проверяем так внутрянка восьмерочка наружка 22 да это действительно 608 так здесь верхний подшипник наружка 12 ой внутрянка и по наружке 37 12 на 37 это у нас 6301 подшипник довольно таки не сильно часто встречается якорь с новым подшипниками занимаемся установкой и тестируем так созвонились владельцам сказали сделали акцент на то что звездочки жопа нужно менять будут да конечно меняете оказывается рассказывает историю дал я по просьбе людям горит попросили покористоваться запыта очень может и вы имеете опыт владения да конечно что сожгли якорь раз что говорит приезжаю смотрю перетянуто потом смотрю провисла цель ну короче вот так вот по видосу замены данной звездочки на чашке у меня тоже на канале есть данный видос переходите в плейлист электропилы там найдете либо же если вам все это тяжело и неохота делать можете нам присылать новой почтой мы все это сделаем ну все наконец-то все собрано и установлено тестируем искрение отсутствует звездочка заменена все можно отзваниваться о полноценном ремонте владельцу пускай летит забирает свой аппарат кому было полезно интересно поставьте лайк техническому каналу просмотритесь в комментариях в комментариях подписывайтесь на мой канал